Здравствуйте, товарищи зрители! Перед вами очень важное видео, поскольку многие любят сладкое, понимают, что это вредно, отказаться не могут. Так как же уменьшить вред от сладкого? Возможно ли это? Да, возможно. А еще очень важная информация про злаки и хлеб. Надо помнить, что сахар разрушает сосуды, повреждает митохондрии, поджелудочную железу, вызывает воспаление, кожа быстрее стареет, как и весь организм, активно растут и развиваются грибки, возрастает риск рака, снижается продолжительность жизни. Сахар – это наркотик, и он вызывает зависимость, от которой, впрочем, легко избавиться, если осознать его реальный вред и взять себя в руки. Мои лекции вам в этом помогут. Ссылки на очень важные видео в этой связи я оставлю вам под этим видео. Вообще лучше, конечно же, отказаться от всего сладкого на вкус, скорректировать, изменить свое питание. Но, тем не менее, есть способы снизить вредное воздействие сахара на организм. И вот они. Это шесть пунктов. Первый – клетчатка. Она смягчает всплеск сахара в крови. Не дает сделать резкий удар по сосудам и поджелудочной железе, по печени и другим органам. Клетчатка дает время на нейтрализацию, переработку глюкозы и фруктозы. Она из углеводов единственная не поднимает сахар в крови. Какая должна быть клетчатка? Ну, конечно, живая и понятно, что растительной другой не бывает. А что это? Это корнеплоды, репа, брюква, редька различные, торнепс, корневой сельдерей, дайкон. Ну, то есть, все то, что современные люди как раз уже не едят. Но соки, не пейте категорически, будет удар по поджелудочной железе и резкий всплеск сахара в крови. Псилиум, вы спросите, да, тоже можно применять, но это не живая растительная клетчатка, поскольку это шелуха семян подорожника, хотя и очень важный для здоровья компонент. Видео про псилиум у меня тоже было. Лучшая живая клетчатка, это клетчатка зелени, укроп, петрушка, листовой сельдерей, что угодно, назовите, будет верно. Помните также и о том, что жир и клетчатка снижают инсулиновый ответ. Потому не правы те, кто говорит, что яйца, если уж есть, то только белок, а желток надо выкидывать. И некоторые спортсмены именно так и поступают. Яйцо уникальный сбалансированный в этом смысле продукт. И как раз именно желток содержит не только холестерин, а еще и витамин В12, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, ЭПК и ДГК, и витамин Д3. И снижают всплеск инсулина, поскольку белок, чистый белок, тоже, как и сахара, конечно, не в такой степени, вызывают всплеск инсулина в крови, если вы не знали. А жиры тормозят этот всплеск. Итак, яйца не вредны, если только вы не будете вместе с ними есть, как говорится, первое, второе, третье и компот. То есть, ничего сладкого на вкус. А вот вкусный и любимый с детства советского многими гоголь-моголь, это очень вредный продукт. Итак, если кто-то ест яйца, надо есть их цельными, бояться не стоит, но только с зеленью, овощами, но не с хлебом, картошкой и другими продуктами. И самое главное, никакого сладкого. Зелень идеально сочетается с маслом, например, льняным, оливковым. Второй пункт, нутриенты, которых не хватает при потреблении сахара. Сахар лишает человека цинка, магния, калия и витамина В1, а без них организм просто начинает сыпаться. Значит, если вы едите тем более сладкое, их необходимо принимать дополнительно. И тем больше, чем больше сладкого вы едите. Спирулина в этом смысле самая лучшая добавка, поскольку сочетает в себе натуральный витамин В1 и вплоть до В9, а также многие минералы и другие витамины. И, кстати, содержит до 78 грамм на 100 грамм продукта, на сухой остаток чистого белка. То есть, всех, в том числе всех незаменимых аминокислот. И, конечно, при каждом потреблении сладкого надо принимать цинк и калий, либо вместо калия зелени побольше, В1 и спирулины, чтобы синтетические не принимать. Ну, а цинк обязательно в любом случае. Если вы едите все же сладкое, заставьте себя, помимо прочего, физически потренироваться, позаниматься каким-то физическими работами, трудом. Увеличить физические нагрузки, ну, это очевидно. Сахар еще и мешает усвоению витамина С. А это один из главных антиоксидантов у нас в организме. Более того, он в организме не запасается, в отличие от некоторых витаминов других, жирорастворимых. И принимать его надо каждый день. И лучший вариант в этой связи – это липосомальный витамин С. Ссылку оставлю. Ну, а из продуктов, конечно, квашеная капуста, безусловно, лимоны и, опять же, листовая зелень. Третий пункт – тренировки, физическая активность, в том числе и прогулки. Все это, разумеется, снижает уровень сахара. Физическая активность – это не только снижение сахара, это и укрепление митохондрии наших энергетических станций организма. Это энергия. Для улучшения работы митохондрии принимайте коэнзим Q10. Он есть в липосомальной форме тоже. Что такое липосомальная форма? Это витамин или минерал, как бы обернутый в фосфолипидную, вот эту самую липосомальную оболочку. Так витамины и минералы доходят до каждой клетки, не разрушаясь ЖКТ, и усваиваются. Усвоение близкое к 100%, а сама фосфолипидная оболочка идет на построение клеточных мембран, то есть безотходное производство. А если вы, ну вдруг, или родственники ваши принимают статины, то чтобы сердце не убить, обязательно принимайте коэнзим Q10. У меня было видео о нем, посмотрите, это того стоит. Четвертый пункт. Яблочный уксус. Казалось бы, при чем здесь он? Яблочный уксус имеет несколько своих свойств и преимуществ. И об этом я не раз говорил в своих видео, но, во-первых, увеличивает кислотность желудочного сока, что улучшает и пищеварение, и, конечно же, создает барьер против попадания в организм различных инфекций. Инфекции – это всегда белковая основа, а белки донатурируют в желудочном соке, если он определенного pH. Так вот, для этого яблочный уксус как раз идеально подходит. Да, об этом люди писали, отвечу, никакого спирта в натуральном гостовском яблочном уксусе нет. Где такой приобрести, ссылку оставлю под видео. Но в контексте нашего разговора, говоря о сахаре, яблочный уксус, если его принимать, например, не только перед каждым приемом пищи за минут 5-7 до еды по одной столовой ложке на одну треть стакана теплой воды, а еще и на ночь вечером можно даже до двух столовых ложек на стакан теплой воды, то тогда у вас утром при равных прочих, когда вы не будете менять никакие иные условия жизни, можете даже сделать эксперимент, уровень сахара будет ниже по замерам, чем если бы вы не принимали вечером яблочный уксус. Так что, как говорится, практика критерий истины, это факт. И это был четвертый пункт. Пятый пункт. Крепкий сон. Бодрствовать надо днем. Ночью надо спать. Ложиться спать надо до 22.00, чтобы в 22.00 уже спать, потому что обязательно, это важно для здоровья, с 23.00 и до 3.00 утра должна быть глубокая фаза сна именно в этот период времени и в полной кромешной тьме. Только надо завешивать шторы, темные шторы, чтобы не было света в комнате, вообще никакого. Вот только при этих условиях в полной и должной мере вырабатывается гормон мелатонин, который очень нужен для нашего здоровья, не только для растущих детей, а и для взрослых. И к тому же это еще и противораковый гормон. К тому же это укрепляет иммунитет, убирает стресс. Ну, одна польза. Более того, необходимость. Вот так. Шестой пункт. Надо убрать стресс. Стрессы разрушают защитные системы организма. При этом расходуется очень много цинка, магния, витамина В1. Опять это троица. Поэтому принимайте спирулину натуральную, органическую, минерал цинк в липосомальной форме, магний в липосомальной форме, либо фульват магния. Посмотрите мое видео о магнии. А ссылки на все, о чем я говорю, я оставлю вам под видео. Дам еще несколько важных советов. Все, что касается сладкого на вкус натурального, то есть фрукты, ягоды, все это сезонно в небольших количествах принимать можно, но меньше всего вреда приносят именно ягоды, особенно лесные, особенно не сладкие, не очень сладкие. И помните про интервальное питание, ну, по-другому, интервальное голодание, и никаких перекусов. Интервальное питание – великая вещь. Это и укрепление иммунитета, это снижение вредного сахара, и инсулина, кстати, в крови, что очень важно. Это и выработка естественным путем гормона роста даже в преклонном возрасте. А это гормон молодости. Это и запуск нашего естественного, очень необходимого процесса аутофагии, то есть самоочищения организма на клеточном уровне. Это много и других полезных преимуществ. Ну, а теперь про злаки и хлеб. Не стоит есть хлеб из очищенной муки, то есть из очищенных злаков. Белая мука высшего сорта – самое вредное, и изделие из нее. Почему? Да просто в ней нет нутриентов, ферментов, мало клетчатки, но очень много крахмалов. Организм будет испытывать дефицит минералов, о которых я уже говорил, потому что они будут замещаться, выходить на нейтрализацию такой пищи. Да, есть еще один вред злаков – это фитиновая кислота. Она блокирует, например, минерал цинк. И не только его, другие минералы тоже. Поэтому, опять же, едите хлеб, принимайте цинк обязательно. Овес лучше, чем пшеница. Посмотрите мое видео про глазерный овес. Старые сорта пшеницы лучше новых, поэтому полба, спельта, старые твердые сорта – идеальный вариант. И хлеб из них, разумеется. Ссылку, где купить такое зерно, я оставлю вам. Глютен и вообще лектины. В зерновых – это плохо, потому что лектины – это такие высокомолекулярные растительные белки, которые вызывают воспаление в организме. И в первую очередь воспаление ЖКТ. Лучше потому хлеб вообще не есть, тем более современный. Или делать самим. Из биоорганического зерна старых сортов, выращенных без химии, не обработанных при хранении никакой химии. И в этом я могу вам помочь, потому что мы как раз и имеем такое зерно и продаем его. Более того, мы делаем свою муку на каменных жерновах. И все это вы можете найти на нашем сайте по биомуке и зерну. Ссылку я оставлю под этим видео. Но в идеале печь хлеб надо из пророщенного зерна. Когда зерно прорастает, вредные лектины в нем распадаются на более простые составляющие. Крахмала становится меньше, а больше становится полезных нутриентов. Если растолочь пророщенное зерно и дать ему полежать, то это будет некая ферментация. И такой хлеб еще полезнее будет. Кстати, на Руси именно такой хлеб изначально и пекли. Вот из ферментированного зерна. И вот такой хлеб даст не вред, а пользу. Разумеется, ржаной хлеб самый лучший. Возможно ли в наши дни выпечь такой хлеб? Да, возможно. А где взять биозерно или муку, и вы уже знаете. Еще пару советов. Расторопша укрепляет и очищает печень. Видео о печени есть в плейлисте на моем данном канале. Если вы едите много соли и едите сладкое, принимайте калий, и организм уберет лишнюю воду, уйдут отеки. Посмотрите мои видео про магний и кремний, а также мое недавнее видео про проточную систему обратного осмоса. Помните, идеальная вода – это мягкая вода. И в идеале с молекулярным водородом и отрицательным ОВП. Итак, все то, о чем шла речь в данном видео я оставлю вам по ссылкам под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч!